С 22 апреля в московском регионе заработала автоматическая система проверки пропусков. Теперь для проезда на общественном транспорте необходимо ввести номер карты «Стрелка», «Тройка» и «Социальные карты» в цифровой пропуск. Владельцам личных и служебных авто тоже следует указать данные всех машин, которые будут использоваться для передвижения. Как действует новая система в Люберцах, расскажет наш корреспондент. Ранее это была просто рекомендация. С сегодняшнего дня обязательное требование. Отныне оплата проезда на общественном транспорте возможна только с помощью карт «Стрелка», «Тройка» и «Социальные карты». Для того, чтобы пассажиры могли пользоваться ими, необходимо внести номера карт в свой цифровой пропуск. Зарегистрировался, да? Да, всё. Хорошо. При выходе не забывайте. При выходе тоже показать. Без прикрепления номеров карт в цифровой пропуск проезд на общественном транспорте невозможен. Эти ограничения введены до 1 мая. Такая же мера действует при поездках на автомобиле. В пропуске необходимо указать номера всех машин, которыми будет пользоваться водитель. Надо, потому что есть люди, которым, как говорится, некуда деваться и надо работать. А есть некоторые, которые просто от ничего делать ходят и распространяют эту заразу. Времени ушло, насколько я знаю, немного, потому что не я его оформлял, а мой работодатель. Ну, соответственно, всё там просто, всё элементарно. Ну, вот у меня ещё супруга тоже оформляла пропуск через СМС тоже. В общем, пять минут и всё готово. Соблюдение этих мер находится под контролем. И при въезде в Люберцы, и при выезде из округа дежурят патрули ГИБДД. Ещё раз хотел бы обратиться к нашим жителям. Будьте достаточно внимательны. Я просто прошу исполнять все те требования, которые сегодня выходят из правительства Московской области. Те постановления, которые сегодня подписывает губернатор области Андрей Юрьевич Воробьёв. А самое главное, нужно бережно относиться к своему здоровью, к здоровью своих близких. Привязать транспортную социальную карту или номер автомобиля можно в приложении госуслуги «Стоп коронавирус», предварительно обновив его в App Store или Google Play. Если пропуск уже оформлен, то воспользуйтесь порталами «карта госуслуги.ру» или «пропуск в госуслуги.ру». Луиза Егия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.